В детском оздоровительном лагере «Салют», который находится недалеко от поселка Володарского, отдыхает порядка 320 ребят. Сегодня к ним в гости приехали сотрудники ГИБДД. Ребят, а где дорогу переходят наши пешеходные? Наши пешеходные! Ну, то есть это пешеходный переход, правильно? Да! В единый день безопасности дорожного движения, который проводится в летних лагерях по всей Московской области, с мальчишками и девчонками приехали пообщаться и представители руководства Ленинского отделения ГИБДД. С детьми, мне кажется, намного легче выстраивать коммуникацию, потому что у них восприятие более игровое, и они запоминают все намного лучше, чем взрослые, и реагируют, соответственно, на то, что мы им говорим, совершенно по-другому. То есть они, то, что мы им сказали, все для них, это уже правда, и этому надо следовать. С первых минут сотрудникам госавтоинспекции так удалось увлечь ребят, что иной рассказалось, что контроль над аудиторией потерян. А вот этот знак о чем говорит. История сотрудничества руководства лагеря «Салют» и Ленинского отделения ГИБДД началась давно, и всякий раз инспекторы стараются что-то придумать, чтобы увлечь ребят. Десять лет назад это было в 2012 году, а вот большой праздник был проведен в 2014 году, и это действительно была крупномасштабная акция, сюда привезли огромное количество техники, дети смотрели на машины, которые были ретро-автомобили ГИБДД, насколько я помню. Справедливости ради стоит отметить, что ребята неплохо знают правила дорожного движения. Это говорит о том, что система обучения, построенная в Московской области, прекрасно работает. Я на самокате больше люблю, и я катаюсь на треках, это где можно трюки делать. Сегодня ты вот все, что увидел, ты где-то уже тебя об этом рассказывали, вы где-то это проходили, в школе или в садике? В школе и в садике. Я обычно катался на электросамокате, но я обычно катался, знаю, от бабушки дома или там в парке. Что-то новое ты для себя открыла или в принципе все было понятно? Ну в принципе было все понятно. Все до этого я и так знал. Мне в садике рассказывали и в школе. Тем не менее, дети по-прежнему нередко становятся участниками ДТП, поэтому, по мнению инспекторов, работа должна продолжаться, чтобы подростки без труда смогли распознать опасную ситуацию. Надо еще разочек с ними повторить правила безопасного поведения на дорогах, потому что огромное количество детей у нас сейчас катается и во дворах, и на дорогу бывает выезжают. И просто так мы им сегодня вот эти вот листовочки вручили, для того, чтобы они еще раз почитали и вспомнили. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...